А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Маркуса. Здесь ты сможешь найти обзор модов, обзор карт, обзор механизмов и также рубрика «Без модов только одна команда». Если ты заинтересован, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы продолжаем проходить карту «Ходячие мертвецы». Никто не помнит, в предыдущей карте мы появились в туннеле после нескольких месяцев путешествий по загубленному миру. После зомби-апокалипсиса мы нашли эту базу, рачистили ее от зомби, включили генератор на улице, то есть в эту базу поступило электричество. Также мы вернулись в туннель, добыли вещи, вернулись сюда и построили новое здание. Только тем, что купили один блок у этих торговцев. Закроем двери, чтобы никто не забежал. Это очень круто, ребята. Честно, эта карта пока что меня еще не разочаровала, потому что она очень и очень прикольная даже. Ребята, я вам действительно советую в нее поиграть. Также не забываем, перед тем, как начать, я бы хотел вас попросить поставить лайк. Ведь если вы хотите продолжения, ребята, я буду делать это специально для вас. Давайте наберем 700 лайков, если вы хотите видеть новую серию Ходячих Мертвецов, да хоть сегодня. Честно, ребята, вот если прямо сейчас наберем 700 лайков, сегодня же выйдет следующая серия. Я вам даю зуб то, что выйдет, честное слово. Также это просто-напросто даст мне больше сил для записи новых видео, отдельную мотивацию. Я еще больше буду стараться записывать видео для вас. Также, ребята, если хотите со мной пообщаться, я могу вот прямо с тобой пообщаться. Все, что тебе требуется, это просто оставить свой комментарий под этим видео. Я его прочитаю и отвечу. И последнее, это не забываем, вступает в нашу большой дружную семью. Я рад каждому новому подписчику. Если ты сейчас вступишь, подпишешься на меня, я буду очень сильно этому рад. Поэтому не стесняйся, нажимай на кнопочку и подписывайся. А мы, ребята, приступаем к прохождению этой карты. Ну что, что мы будем делать сейчас? Как я понимаю, вот смотрите, ага, то есть, а, ну сейчас не пишут. В предыдущей серии нам сказали, тебе нужно пойти на заправку и посмотреть, что там случилось. Потому что, вроде, как я понимаю, на заправку напали бандиты. И нам нужно туда пойти и разъяснить, что же там случилось. Но потом нам сказали, нет, сначала пойди в туннель, расчисти его и посмотри. То есть, залутай его, разведай обстановку и после этого пойди на заправку. И, как я понимаю, на заправку мы можем даже не пойти, а поехать на этом бусике, ребята. На этой машинке. Это очень круто. Давайте мы даже попробуем. Да! Мы можем переместиться на заправку. Офигеть, ребята, вы тут даже бегать не должны. Вы тут можете просто-напросто не телепортироваться, а на машине ехать. Мы сейчас находимся в кузове машины, как я понимаю. Да, продолжаем. Тут как будто частями. Да, ребята, мы переместились. О, посмотрите, что в чат написало. Там кто-то есть. И новая цель разведать заправку. Мне интересно, что там тогда. Бандит. Офигеть, тут бандит, ребята. Первый бандит говорит, то есть, ты провер... Ты провер... Нас уже запалили. Первый бандит говорит, ты проверил там вот это место, да, где мы сейчас находимся. А второй бандит, что там сказал? Да, я проверил. Это место выглядит как будто тут есть много вещей, которые мы можем себе забрать. И потом говорит... Ага, то есть, мы... Должно быть тяжело убить их всех, наверное, зомби, которые сейчас в этом месте. О, сундучок. Ага, ага, ага. Как я понимаю, мы еще там сможем что-то себе купить. Потому что вот эти две вещи... А у нас есть меч! Откуда у нас меч есть? Офигеть! Ребят, смотри, вот этот камень, это 3,8 урона. Этот меч, это 4,4 урона. Больше урона. И плюс 5 скорости. То есть, мы еще быстрее даже бегать сможем. Или быстрее бить. Это очень даже круто. Ну, что мы... Ух, нас забыли! Бандиты, бандиты! В чат написал. Кто ты такой, черт возьми? Лучники тут... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Нас еще убьют, нас еще убьют, ребята. Так, так, лук. У нас есть тоже лук, у нас есть тоже лук. Идите сюда, зараза. Идите сюда, зараза. А куда вы ушли? Так, как я заметил, тут действительно есть много сундуков. Давайте посмотрим. Ага, ага. Вот с этой фигни, вот смотрите, вот с этого мы сможем себе сделать, коктейль молотова. Вот тут еще что-то есть. Стрелы. Стоун. Круто. Если нам бы еще один вот этот стон брикс, и мы бы могли построить там что-то новое. Еще один молотов, ребята. Еще один молотов. Круто. Так, давайте покушаем. Ух, вот там зомбари уже есть. Вот там зомбари и бандиты. И бандиты, и бандиты. Ух ты! Вот это реально, прям как в ходячих мертвецах. То есть, в ходячих мертвецах не только большая опасность, это сами зомби, да? Опа, тут еще и крыша есть. А там не только большая опасность, это зомби. Там, как говорится, люди еще... Ух ты, сюрприз! Вот реально сюрприз, потому что я не ожидал. Как даже в тех же ходячих мертвецах говорится, то что люди бывают намного опаснее, чем сами зомби. Это действительно вот так. Я сегодня убьюсь 100%. Так, это... Давайте... О, убили, круто. Давайте вылечимся немного. Вылечился. Зараза. Вот этот чувак, вот видите, который там на крыше стоит, он меня убил. Вот ты паскуда. Но зато мы тут очутились, и мы сейчас продолжим. Мы еще вам там всем задницы надеем, если честно. Вот я там даже вижу, кого-то на крыше стоит. Их там офигеть как много! Их там реально очень много, но мы сейчас туда поднимемся. Мы сейчас вас там всех запинаем, если честно. Все? Так просто? А хотя их там, если честно, еще даже очень много. Ну идите сюда. Ой. Идите сюда, идите сюда. Сейчас, что там за кнопочка? Давайте мы сейчас сначала вот этого добьем. Так, круто. Что это за кнопочка? Take supplies. О, забрали. Ага. Знаете, что... Это как это переводится на русский? Припасы, да? То есть это припасы этих бандитов, и мы их забрали. И новая задача вернуться в машину. Ух ты, нифига себе, сколько вас тут появилось. Я только что вроде, когда залазился, да, тут вроде никого не было. Но это, в принципе, командные блоки, наверное, да? То есть как только мы забрали вот эти припасы, эти зомби заспавнились. Так, так. Перебили, перебили. Еще, еще парочку. Если честно, даже, даже стоит убивать этих зомби, потому что с них падают головы. А с этих, с помощью этих голов мы сможем покупать себе стрелы. А стрелы, в принципе, это очень даже круто. Но мы возвращаемся в наш автомобиль. И, наверное, возвращаемся домой, да? Потому что мы забрали их припасы. Ух, охренеть, сколько вас тут! Молотов! Я себе, я, наверное, себе... Хотя нет, я себе немного урона нанес. Мне очень даже хочется попробовать гранату. Мне кажется, она реально очень будет даже крутая. Но зря ее использовать тоже не стоит. Мне кажется, лучше сохранить ее на более такой подходящий момент, когда реально будет очень много зомби. И мы, ребята, едем домой. Опа! Закончить миссию. Да. Да. Фух! Что... Сейчас, давайте посмотрим, что там нам в чате пишет, чтобы все перевести, чтобы просто-напросто понять сюжет. Так. Дополнительные миссии разблокированы. Тут есть даже... Ребята! Тут есть даже дополнительные миссии. То есть, даже как в обычных играх, да? Есть сюжетные линии, то есть, основные миссии. Есть побочные, за которые... Ну, что-то нам дадут. Какую-то премию небольшую. Дальше. Я. Они планируют напасть на наш... На нас, на нашу базу. Потом Эрл говорит. Хорошая вещь, что ты нашел их первые, да? То, что ты их как будто достал первым. Да. Теперь... Теперь позволь мне посмотреть, что было у них в ящике. То есть, в том ящике с припасами. И новая цель, это открыть ящик с припасами. Было бы очень интересно, если бы я узнал, где он. Это давайте выложим. Это тоже выложим. Наверное, где-то вот тут. О, вот он, вот он, вот он. Ящик с припасами. Открыть его. О, давайте посмотрим, что нам... Хм... Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, давайте опять посмотрим, что нам написало в чат. Ага. Я. Очень даже неплохо, но нам нужно больше припасов. Потом Витя говорит. Может нам стоит пойти на... На вот эту, на автостраду, да? То есть на... Ну, вы поняли, да? Потом я говорю. Да, правда. Я пойду и проверю вот это. И спрашиваю у Вити. Хочешь со мной пойти? Он говорит. Да, хочу. И новое задание, это пойти на автостраду. Не знаю, если так-то это по-русски переводится или нет. Нет, это вроде по-португаль... Я просто, ребята, говорю, я живу в Португалии, я иногда забываю... Иногда забываю... По-португальски, вот это, знаете, это называется автострада. Вот так. И вот так и называется автострада. Это я по-португальски сказал. А как по-русски это? Это... Шоссе! Вот, вот, вроде шоссе это называется по-русски. Ну, короче, нам нужно пойти в наш шоссе и посмотреть, что там такое. Новое задание, это... Опять поехать на шоссе. С помощью нашей машинки. Но сначала я хочу посмотреть дополнительные задания. Давайте посмотрим. Опа. Это их столько тут будет? Офигеть. Давайте первое. Дополнительные задания. Охота. Да, начать. Ага. Выжившие на базе начинают голодать. Новое задание. Убить пять коров. Ага. Вот первая коровка. Ну, чтобы добыть пищу, чтобы пропитаться. И это даже очень круто. Что-что... Вот даже такое задание нам дали, да? То есть, продумали. Нифига себе, она живучая, паскуда. Ух, сколько тут зомби. Даже вот такое, ребята, нам задание дали. Дополнительное. Не на каждой карте это такое встретишь. Так. Я, если честно, даже иногда не хочу с ними сражаться. Потому что... Ну, они очень дотошные. Они очень дотошные. Мне кажется, проще их оббежать и убить... Убить коровку. Хотя, с другой стороны... Хм. Паскуды. Ааа. Вы на меня напали. Там еще одна коровка. Все. Убили, да? Это вроде третья или вторая? Вот. Нет. Вроде... Это вроде третья. Вот там четвертая. Вроде. Если я правильно знаю считать. Или я просто забыл. Фиг его знает. Честно, ребята. Давайте еще вот эту замочим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня чуть не убили. Потому что тут очень много зомби. Кидаем гранату. Как думаете? Давайте кинем гранату. Посмотрим. Одной гранатой мы убили пять зомби. Это начинает мне еще больше и больше нравится. Потому что это реально очень даже круто. Эта карта офигеть просто. Так. Убили. И там еще где-то должна быть последняя коровка. Если я хорошо должен понимать. Так. Опа-опа-опа-опа. Они такие живучие. У них, наверное, больше здоровья, чем в самих зомби. Так. Круто. Нужно покушать. Одиннадцать. Ага-ага-ага. Вот это у нас есть. У-у-у. Ребята, мы же сейчас сможем купить себе новое здание какое-то. Вы помните? Мы с... Офигеть. Офигеть. Мы даже два новых здания сможем себе сейчас купить. Но одно здание мы купим в этой серии. Наверное, все-таки мы... Мы, наверное, все-таки... Дайте я подумаю. Улучшим. Улучшим защиту. То есть построим новую стену. А потом... А потом вот то, помните? Что я говорил? Там, где мы сможем чмирей. Нанимать чмирей и посылать их за припасами. Это будет очень даже круто. Ну, ладно, не чмирей. Допустим, наших учеников. Да, ребят. Это будут наши... Наши ученики, которых мы будем посылать за припасами. Только я не вижу последнюю коровку. Я не вижу последнюю коровку. Вроде мы уже все оббегали. И, если честно, я больше никого не вижу. Может, вот там где-то? Может. Может. Я буду надеяться. Пока что я еще на этой карте не встретил ни одного бага. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока что. Еще никогда не поздно. Я не знаю, если честно, где эта зараза коровка. Хм. Вот ты зараза, ребят. Я еще раз все оббежал. Так. Хм. Я как-то не очень понимаю. Еще что ли одну нужно? Так. Сейчас, ребята. Дайте-ка я разберусь. Я сейчас еще раз оббегу вот это все. Потому что тут реально территория большая. Сейчас посмотрим, что я тут еще смогу найти. А, вот она! То есть... Ахрен, я не узнаю, честно, что это вообще было. Ага, вот. Значит... Ребята, короче, я убил 6 коров. Я не знаю, чем разработчики думали, как они умеют считать, но посмотрите, перемотайте на начало и посчитайте. То, что я убил 6 коров, а не 5. Я вам честно говорю, это было 6. Ну ладно, неважно. Заканчиваем миссию. Ребята, на наш генератор напали, прикиньте. Вот. А я думал, это шутка. То есть, никто на нас нападать не будет. А на наш генератор напали. То есть, если они сломают наш генератор, все, на нашей базе капут. Game over. Вот я даже зомби вижу. Я даже зомби вижу, ребята. А не ломарь даже. Афигеть. Вот смотрите, это жизни генератора. 4 жизней. Было 5, они уже одну сломали. То есть, мы сможем пережить максимум 5 нападений зомби на генератор. Если больше, то наша база полетит к чертям. Офигеть. Ну ладно, хорошо, что я сейчас успел. Потому что это было бы жопа, если бы нет. Ладно, закроем опять двери и посмотрим, что там нам написало в чат. Новое дополнительное задание. Уже можно. То есть, еще одно новое дополнительное задание. Потом на базу напали и все такое. Не на базу, а на генератор. Новое дополнительное задание. Крэш. То есть, авария. Ну я сейчас не буду идти, наверное. Я просто хочу посмотреть. Давайте сначала... Давайте сначала... Давайте сначала... Может, 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 может. Так, давайте вот это откроем. Давайте мы улучшим стену. Я просто хочу посмотреть. Вот смотрите, какая стена сейчас. Я просто хочу посмотреть изменения. Какие они будут. Вот смотрите, какая стена сейчас. Два блока высотой, да? Давайте улучшим ее. Но перед этим давайте я пойду и поставлю жариться и хавчик, да, потому что хавчик тоже нужно пожарить. Где он был? Он где-то вот тут это всё было. Да, вот тут. Поставим. Тут, конечно, только у нас два угля, больше угля у нас нету, поэтому если мы его профукаем, больше, думаю, жарить не можем. А у нас, как вы видите, только вот это одно осталось. Давайте улучшим, вот, стена, вот видите как раз, деревянная стена. Вот, купили и давайте её поставим. Вот сюда. Смотрим. Опять да... Да вашу мать, они сейчас так нам сломают вот это всё. Ребята, смотрите, реально стена. Смотрите, было два блока стена, видите, было два блока, сейчас четыре блока. То есть мы реально улучшили стену, это круто. Это очень хорошая задумка разработчиков, то есть это впечатляет меня всё больше и больше. Вы паскуды, не ломайте, не ломайте, не ломайте. Не ломайте! Ё-моё! А такими темпами это будет, ребят, ребята, очень сложно, потому что... Нам уже сбили два сердечка. У нас ещё три сердечка на этом генераторе осталось. И всё, если его сломают... Попа! Ну круто то, что мы стену увеличили. Я не знаю, даёт ли это что-то или это просто для красоты. Ну по сути, даже атмосфер... Давайте ещё двери закроем, чтобы вообще атмосферно было. Давайте ещё двери закроем. Вот так. Вот это реально атмосферно. Вот чувствуется, если честно, даже ходячие мертвецы. Потому что, как я понимаю, это то ли тюрьма, то ли просто заброшенное что-то. И это, если честно, очень даже круто, потому что... Ну чувствуется, чувствуется то, что мы сейчас в безопасности. Потому что, если только что было вот в два блока высоты вот эта стена, и можно было, если что, перелезть, да? Допустим, представим, что бандиты могли бы перелезть. То сейчас четыре блока уже чувствуется, что мы в безопасности, что мы уже можем погулять на нашей территории. И даже если зомби появятся за забором, на нас уже не смогут напасть. Давайте проведаем эту чукчу, что он тут делает. Давайте купим ещё одну бомбу, на всякий случай. Купим бомбу. И купим молотов ещё один. Вот так. Круто. Всё. Больше мы ничего у него не можем купить. До свидания. И давайте пойдём... Еда там вроде жарится-жарится. Давайте мы сложим сюда всё, что нам сейчас не нужно. Вот это, вот это, вот это, вот это нам не нужно. Вот топорик нам дали. Давайте сравним. Топорик. Вот этот меч 4-4 урона. 5 скорости. Этот топорик... Этот топорик 5 урона. И минус 5 скорости. Стоит? Он медленный. Вот смотрите, вот как мы сейчас бегаем. И смотрите... Смотрите, как мы сейчас бегаем. Чувствуется, мне кажется. Чувствуется. Ну, хотя... На 0,6 урона больше. Если честно, это даже очень, очень, очень даже круто. Поэтому всё-таки мы, наверное, оставим топорик себе. Вот так. Это тоже выложим. И, в принципе, это, наверное... Вот морковку, наверное, всё-таки оставим. Потому что морковка может нам даже пригодиться потом. Вот так. И в следующей серии, ребята, мы себе купим... Что мы себе купим? Стонбрикс. Вот это... Вот это... Мы купим себе новое здание. Где мы сможем нанимать вот этих охотников, да? Которые будут выходить за стены нашей базы. И искать припасы. И будут приносить нам назад. Давайте ещё раз посмотрим. Может, я там что-то пропустил. Может, там ещё есть какое-то описание. Нет. То есть, это всё. Но всё же, ребята, давайте будем уже на этом заканчивать. Я надеюсь... И, ребята, я ещё раз скажу то, что я надеюсь, что вам нравится эта карта. Потому что она очень интересна. Вот лично мне нравится. Я также буду очень рад, если всё-таки она будет нравиться вам. Ребята, я ещё раз повторюсь то, что я горел на начале серии. Не забываем ставить лайки. Как только мы наберём 700 лайков на вот этой серии, то в ту же секунду выйдет новая серия. Я вам, ребята, обещаю. Как только мы наберём 700 лайков, то сразу же выходит следующая серия. Я специально это сделаю для вас. Также, просто-напросто, это даст мне больше сил для записи новых видео. Я постараюсь делать ещё больше видео для вас. И последнее... Нет, предпоследнее. Я общаюсь со своими подписчиками. Поэтому, если ты хочешь со мной пообщаться, что-то у меня спросить, просто оставь комментарий под этим видео. Я постараюсь его прочитать, ответить, также с тобой пообщаться. И вот сейчас, ребята, последнее. Это вступаем в нашу большую дружную семью. Я рад каждому новому подписчику. Поэтому не стесняемся, подписываемся. И я буду очень сильно этому рад. Я отношусь к вам как к своим друзьям. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем давайте дождёмся последнего стейка. И... И... И вот. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok